Пока мы не начали писать новый выпуск нашей программы, я обожаю этот момент в программе, потому что в этот момент нам приносят подарки. Виктор Ильич, что-то нам принес. Первым делом, когда мне Кирилл позвонил про программу, сказал, что подарок, кто говорит, обязательно нужен подарок. Подарок это святое. Поэтому подарок должен быть каким? Практичным, полезным и символичным. Так тебе как, любителю поиграть в машинке, тебе подарю машину. И пока шел я по коридору, для записи передач смотрю, не хватает, надо же на самом деле тушиться. И думаю, я подарить огнетушитель. Почему-то не мне, да? Ну ты как уже старый коллега, ты уже почти пошат. Давай его поставим, давай поставим. Давай, Кирилл, дадим огнетушитель. А мне машину. Депутаты отчитались о доходах, в Сарове отметили 70-летие Федеральной противопожарной службы, а вся страна активно готовится к Чемпионату мира по футболу. О чем говорит город, говорим и мы. В эфире «Соседский Wi-Fi». С вами Мария Рунч и Кирилл Васенин. Подключайтесь. Привет, привет, привет. Подключайтесь к нам. Мария. Кирилл. Во-первых, привет, привет. Сидишь на месте, буквально-таки, не побоюсь этого слова, императрица. Господи, это то неловкое чувство, когда ты временная императрица. Это то неловкое чувство, когда ты посижу руководителя. Маша, давай рассказывай, что тебя потрясло на этой неделе. Самая первая новость. Наверное, задам тебе сначала вопрос, Кирилл. Давай. Как ты думаешь, что интересует простых смертных жителей, скажем так, в депутатской жизни? Я думаю, что, как и все простые люди, всем интересно, сколько они зарабатывают. Естественно, это же самый главный вопрос. Сколько зарабатывает депутат? Правильно, Кирилл. Мне тоже стало интересно. Я не поленилась и залезла на сайт городской думы. Честно, надеялась найти там что-нибудь эпическое, что-нибудь эпическое, как в том году получилось с Петром Павловичем. В этом году такого эпик фейла никакого не произошло. И самый большой доход, который оказался у нас у депутатов, это 4 миллиона 900 тысяч. У кого? У Старостина и Ирины. Остальные депутаты оказались примерно в равных условиях. Средние цифры там полтора-два миллиона. Сейчас, ты понимаешь, сейчас половина наших телезрителей просто икнули сзади. Ну, какой-то, знаете, средний такой доход полтора-два миллиона. Ну, что там, господи, депутаты же. Знаешь, что самое интересное? Посмотрела отчет я о доходах нижегородских депутатов в Госдуме. Там вот средние цифры никого не удивляют. Там как раз, как у нас у Ирины Старости, примерно 5 миллионов. Но как ты думаешь, какая самая большая цифра? Давай пофантазируем. Ну, допустим, миллиончиков 15. Кирюшенька. Среди представителей Нижегородской области в Госдуме наибольший доход получил депутат Владимир Блотский. За этот год он молодец и наработал на 200 миллионов рублей. Скажите мне, пожалуйста, что надо делать, будучи депутатом, чтобы зарабатывать 200 миллионов рублей в год? У него в собственности 9 демельных участков, 4 дома, 5 квартир, 2 легковых автомобиля. Ты представил, видимо, что надо делать, да? Мне красноречиво показали, что надо делать, чтобы 200 миллионов рублей заработать в год. Кирилл, что тебя подросло на этой неделе? Слушай, на самом деле для меня самая, наверное, наикрутейшая вещь, которая была на прошедшей неделе, это наш с тобой выход в свет, так сказать. Мы сделали с тобой крутую вещь. Мы с тобой провели первый чемпионат по боулингу на призы «Канал-16». Это было очень круто. И спасибо ребятам, которые откликнулись и пришли к нам. Это было целых 6 команд и разные совершенно люди. Это были и спортсмены, и депутаты, и сотрудники ядерного центра, и кого там только не было. Еще мне очень понравилась команда «Ядро», которая к нам не пришла. Объясню, почему. Получилось так, что мы всех ждали, 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 ждали. И команда не приходит, время 12, мы всем сказали, ребят, приходите к 12, а потом я захожу в «Контакт» и вижу, что в сообщениях висит, значит, без 2 минут 12, в 11.58, висит сообщение «Ребят, мы не придем». Спасибо, что предупредили. В принципе, к ребятам я тоже так же говорю, ну мы поняли, что вы не придете, спасибо, что предупредили заранее. Расскажи, кто выиграл и кто больше всего у нас выбил. Слушайте, есть у нас такой молодой человек, он работает в НЕФе, зовут его Олег Домрачев. Так вот, Олег Домрачев в одной из сессий игровых выбил 197 очков игровых. 199, Мария подсказывает, была секретарем, 199 игровых баллов выбил Олег. В общем-то, команда выбил, в которой он играл, и победила, причем там разрыв гигантский просто между командами был в балок. На самом деле, там, я тебе скажу... Они тренировались, насколько я знаю, ребят, мне сказали, они действительно подготовились и тренировались. Я тебе скажу больше, это мы первый раз провели чемпионат по боулингу, а вот ребята, которые выиграли, они неплохо так выступают в кубке в НЕФ по боулингу. То есть, ребята прошаренные, подготовленные, пришли конкретно за призами, ну, в общем-то, победили, забрали, молодцы. Предлагаю перейти к соревнованиям более глобального масштаба, поговорить о чемпионате мира 2018, тем более, что все сейчас усердно и усердно к нему готовятся. Ты готовишься к чемпионату или нет? Я? Нет. У меня нету, на самом деле, ни фан-айди, ни билетов, и я пока не планирую туда идти. Единственное, что я хотел, конечно, получить, это, конечно, на аккредитацию, например, фан-зона. Сегодня прочитал, что фан-зона, которая будет располагаться на площади Минина и Пожарского и будет вмещать в себя 15 тысяч человек. Будет выступать куча классных ребят. Да, будет выступать куча классных ребят, будет выступать, насколько я помню, Матурман, будет выступать группа Ивановский Интернешнл, твоя любимая. С букетом сирени. Да, 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 с букетом сирени, но это, естественно, в разные дни. И что меня больше всего поразило, есть такой диджей, Пиндулум, наверное, Пиндулум, как-то правильно его так называют. Короче, играет крутые диджейские сеты, в один из дней он приедет туда и будет показывать свое мастерство, это, мне кажется, очень круто. Играет он в стиле драм-н-бас. На самом деле, кто попадет туда фан-зону, Кирилл вам очень завидует. А я хочу тебе рассказать о ребятах, которые тоже усердно готовятся к чемпионату мира, причем в Нижнем Новгороде. Там прекрасные рабочие, вот мы ругаем наших ДЭП, что они плохо заделывают. Да, это ладно, ДЭП, мы всегда, мы тут с Лидией Валентиной всегда ругаем фирму магистраль, ну как мы их ругаем, мы к ним очень хорошо относимся. Ребята молодцы, ребята очень часто хотят приезжать в Саров, и поэтому делают дороги плохо, чтобы приезжать почаще. А вот там ребята сделали дорогу хорошо, настолько хорошо, что подняли уровень асфальта и изумровали бедную женщину, у нее в квартире, теперь она не может оттуда выйти. Серьезно? Тебе смешно, а я вот могу тебе прочитать, что женщина теперь не может выйти, муж попасть домой, и уже несколько дней относит ей еду через окно в квартиру. Ну хорошо, а где он ночует? Видимо, где-то, наверное, у родственников, в гостиницах, не знаю, кто-то наверняка есть у них в Нижнем Новгороде. Вот плохо, когда в доме один вход. В мэрии объяснили, что ситуация возникла из-за того, что работы проводились в сумерках, и они просто не заметили, что там дверь. Ну то есть вы понимаете, да? Сидишь себе такой, спишь ночью в сумерках, у тебя ездит каток, укашает асфальт. Почему бы и нет? В сумерках это самое то? Сумерки лучшее время, это как в снег. А с утра ты на работу собираешься, а все, дверь не открывается. В Ростове-на-Дону, кстати, тоже очень интересно делают. Да-да-да, я видел эту чудесную новость, это прям просто ржак, они несусветные. Цитирую газету «Блокнот Ростов». Кстати, вот сюда посмотрите, там сейчас будет та самая фотография, которая нужна из Ростова-на-Дону. Власти не стали ремонтировать дом, которому требовался капитальный ремонт, менять там рамы, красить фасад, а просто повесили на окна картины с изображением счастливых жильцов. Как будто так и должно быть. Ну, то есть, никто не видел этой новости чудесной, там реально дом, в котором много этажей, и в каждом окне счастливые лица, которые улыбаются и приветствуют приезжих. Вот такие... Как, собственно, не могут делать сами жители Ростова. Да, и местные жители говорят, что это очень классно выглядит, особенно ночью, когда ты идешь, а я тебе из-за всех окон этого дома... Они еще-таки, наверное, подсвечивают, и, мне кажется, жутковато выглядят. Да-да-да, мне кажется, это прям очень страшно. Мне кажется, так может развиться паранойя. Ты идешь по улице, а с тобой постоянно наблюдают и улыбаются тебе. Да-да-да, ты так раз сместился с места, они раз тебя нашли за три секунды, и опять на тебя все смотрят. Ну, а что еще интересного и курьезного можно найти на просторах интернета, нам сейчас расскажет Наталья Петрунина. Наташка, мочи. 19 мая состоялась самая ожидаемая свадьба этого года. Принц Гарри и актриса Мэгд Маркл наконец официально стали мужем и женой. Прямая трансляция церемонии собрала миллионы просмотров. И пока одни рыдали, кто от умиления, а кто от зависти, другие, не теряя времени даром, выкладывали в интернет забавные фотографии с торжества, которые быстро разобрали на мемы. В то время как королева Елизавета II выражала отношение к происходящему одним только взглядом, пара успел поприветствовать тот, чье имя нельзя произносить. Икея тоже не растерялась и напомнила всем, что настоящий Гарри все еще свободен. Кстати, королевская семья подарила обычным людям специально приглашенным на свадьбу холщовые сумки с шоколадом и песочным печеньем внутри. Как сообщает канал Медиалекс, уже через пару часов после торжества они начали появляться на ebay по цене до 20 тысяч фунтов и их раскупали, как горящие пирожки. Отличная новость от канала Медиалекс для травоядной половины человечества. Британская сеть супермаркетов Теско 21 мая запустила в продажу полностью веганский стейк из пшеницы и сой, который, по словам компании, практически не отличается от настоящего ни на вид, ни на запах, ни даже на вкус. Уже во второй половине 2018 года стейки растительного происхождения появятся и в других магазинах Европы. А там, глядишь, и наше веганское сообщество, наконец, сможет побаловать себя этим деликатесом. Кстати, его намерены выпускать партиями до миллиона штук в неделю. Не так давно канал «Лентач» обрадовал своих подписчиков новостью о том, что депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Власов предложил выдавать ипотеку с 14 лет. По его словам, в настоящее время в стране так и остается нерешенная проблема обеспечения жильем молодых людей. А нынешние финансовые механизмы поддержки молодых семей носят весьма ограниченный характер. При этом за гражданином будет закрепляться право сдавать недвижимое имущество в аренду. Кроме того, должны быть введены правила, при которых сначала платежи по ипотеке шли бы на погашение суммы основного долга за недвижимость, а не процентов. Таким образом, к 25-30 годам молодые люди будут иметь собственное жилье. Мечты-мечты! Ты дурак! После скандала с мобильным оператором Билайн и его рекламной компанией под слоганом «Каждому свое», который во время Второй мировой войны был девизом лагеря смерти Бухенвальд, отличился и сайт госуслуги. Среди документов и шаблонов заявлений обнаружился список тостов и стихотворных поздравлений к 50-летнему юбилею. Все бы ничего, но размещен он в похоронном разделе на странице, описывающей порядок получения справки о захоронении. Канал «Медиаликс» проверил и убедился в разделе документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренное законодательством Российской Федерации. Вместо шаблона документа скачивается 80-страничный файл, а заглавленный – тосты на юбилеи 50 лет «Женщина прикольная». Его содержание соответствует названию. Канал «Мэш» сообщает, что в Челябинске прошел чемпионат по шугаринку на кобы главы города. Был ли он среди участников, не уточняется. На официальном сайте мэрии сказано, что соревнования призваны способствовать развитию индустрии красоты, а также помочь специалистам этой сферы повысить уровень профессионализма. Канал «Лентач» поделился информацией о новом проекте «Лона Маска». Им станет сервис для борьбы с фейковыми новостями «Правда». Ну а мы продолжаем. И к нашему соседскому Wi-Fi подключился наш друг, начальник специальной пожарно-спасательной части номер один, Виктор Юрьевич Лисенков. Виктор, здравствуй. Здравствуйте. Привет, Виктор Юрьевич. Приветствую. Подключайся к нашему мифанчику. Мы искренне рады, что ты к нам пришел. Подключайся. Какой у нас сегодня пароль, Кирилл? Сегодня у нас самый что ни на есть пожарный пароль. Давайте. Давай огня. Давай и добавь. Давай. Добавляю. Отлично. Ну что, подключение произошло? Погнали. Отлично. Виктор, расскажи нам, вообще следишь ты за тем, как мир готовится к чемпионату мира? Да, конечно. Как страна готовится. Круглосуточно. Круглосуточно наблюдаем, как готовится страна к чемпионату мира. Что больше всего запомнилось? Что больше всего запомнилось? Строились дороги до города Нижнего Новгорода. Почему? Ну, потому что все время пробки. Потому что их постоянно нет. Ее строят, строят, а ее нет. Едешь себе на пожарной машине, вью, 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 а тебя не пропускают. Да, совершенно верно. А что вы делаете в Нижнем Новгороде? Ну вот в рамках подготовки, что происходит с пожарными? То есть все силовые структуры, не только МЧС, пожарная охрана, да, все принимают участие в подготовке и обеспечении безопасности. Ну слушай, вот давай, давай вот прям без всяких секретов. Хватит ли силенок у нижегородских пожарных, чтобы спасти, если что, выехать и все потушить? У нижегородских хватит этой мысли. Если вы и поможете. О каждом им содействии, да. Если вдруг они не будут справляться, мы обязательно им окажем содействие. Сейчас все, кто смотрит нашу программу Нижнего Новгорода такие, поедем, разберемся в Саров. И не попадут сюда. И не попадут сюда. У нас более важный объект. Да. Чем вот этот жалкий город. Служен, можно оставить без охраны. А, ну, хорошо, если в рамках работы вы поедете в Нижний Новгород? Нет, в рамках работы. Саровский гарнизон не привлекается. Не привлекается. Ну, слушай, нет командировки, можно отдыхать. А если отдыхать, нет, ну, хорошо, кроме тех, кто на службе на сутки. А если не отдыхать, то надо ехать, естественно, на чемпионат, пробовать, во всяком случае, попасть, хотя бы причаститься, вот, ну, побывать в этой атмосфере. Бить, поедешь на чемпионат? Да. Не поеду. Почему? Ну, потому что билетов нет. Я думал, ты скажешь, потому что мне поиграть за сборную России не дают. А вообще смотришь футбол? Футбол смотрю. То есть будешь бояться? Большие матчи, вот, значимые такие, когда участвует сборная России, я смотрю, очень сильно за них переживаю. Кстати, к этому говоря, все наши переживают, особенно производители сувенирной продукции. Круто! Открою тебе секрет, у нас, когда начали производить сувенирную продукцию к чемпионату мира 2018 года, придумали шарф. Там написано «молодцы», а с другой стороны «все равно молодцы». Шарф на все случаи жизни. Я переживаю за нашу команду, хочу им в этом году на эту чемпионате пожелать им удачи. Прекрасные матрешки, которые изобрели. Я тебя не видел, я тебе подготовил. Я тебе покажу, чтобы ты понял. Чтобы ты понимал, про что мы говорим. Чтобы ты не думал о себе лишнего, это свисток. 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 Вообще, что ты думаешь об этом шедевре? Да, но если отринуть все, что ты думаешь об этом шедевре? Очень красиво. Тем более у нас рядом находится здесь целый район, который занимается данным производством. Да, это, кстати, семисеменовская роспись, да, то есть это произведено в Нижегородской области. Я не имею в виду про Узнесенский район, где и занимаются изготовлением матрешек. Ну и другой продукции. И не матрешек. Какой? И не матрешек. Какой другой продукции? В общем, вот так вот постарались умельцы в Семенове расписали. Мне на самом деле очень интересно, если это матрешка, значит внутри вот этой матрешки должно быть что-то другое. Что изображено там? С маленьким свистком. На понижающие бусины. Все меньше и меньше. Вот такой свисток. Каждый раз она такая подмерзает матрешка. Да, да, ну знаешь, холодно, как матрешки. Эта матрешка не открывается, как я понял по фотографии. А может быть это самая маленькая матрешка? То есть там еще по-взроссающей идет. Да, представьте размер свистка у самой большой матрешки. В руку можно взять. Это как команда будет играть, места занимать, тем больше будет матрешка. То есть за первое... И кто-то увезет очень большую матрешку или останется она в России. За первое место вот с таким свистком отдадут матрешечку. Это быть не просто матрешка, матрешечка. Можно будет всю команду перевозить в матрешки. На самом деле в интернете бедную несчастную матрешку уже назвали как только можно. Но самое, что мне больше всего понравилось, сказали, что это собирательный образ сборной России по футболу. Вот именно так якобы наша сборная будет играть и выигрывать. И выглядеть. Давайте, чтобы до конца по свистку будут играть, в том смысле по правилам. Да. Виктор Юрьевич, у вас был недавно праздник. Да. Был потрясающий большой праздник. Вам 70 лет. Пожарной службе Сарова. 70 лет, да, исполнилось нашему правлению. Сколько из этих 70 ты в пожарной службе? 14. 14? Достаточно большой срок. 14 лет. Помнишь свой первый день на службе? Конечно, помню. Какой он был? Был пожар или был выезд какой-то? Не было ничего. Это было 10 августа. Я шел первый день после окончания училища, следовал на новое место службы. Попался я тогда в полковнику с дивизии. Форму тогда у нас была оливковая и одинаковая, и у военных, и у нас. И он принял меня за своего. То есть он мне спросил, почему войско приветствия мне не дают, товарищ лицинант. Я ему говорю, товарищ полковник, я не ваш. Я говорю, я пожарный. И подел фуражку и продолжил следование. А он что? К новому месту службы. Нормально, разошлись мы с ним. Просто пафосно прошел мимо полковника. Это был тот самый случай, да. И заделал полковника, что я войску приветствия не отдал. Свой первый выезд? Свой первый выезд, это был в училище, конечно, помню. Это был 30 градусов мороза. Мы тушили много квартир на одноэтажный дом. Потом очень было сложно собирать рукава в 30 градусов когда-нибудь, как трубы. И мы уже как киль-то в бочке ехали, обратно возвращались в священный пожарный дом. Едешь и пожарные рукава легко позвякивают в машине. Да, по духам вот так вот около головы. Но все там, все было удачно? Да, то есть там жертв не было. То есть приехали быстро, справились. Как называли УПЧ, то есть это просто скажу детский садик. Они говорят, детский сад вызывайте. Ну курсанты, то есть они еще ничему не обучили. Не нюхали еще, да, да, да. Они говорят, вызывайте детский сад. Ну слушай, хорошо. Вот вопрос, который мне на самом деле всегда интересен. Почему ты пошел в пожарный? Это какое-то призвание или еще что-то? Нет, просто хотелось всю жизнь связать, может быть, было желание с погонами. И как вот получилось, что был тогда набор, была рекламная акция, что предлагали поступить в учебное заведение, ну уже тогда МЧС, Россия. И вот был предложен на выбор три учебных заведения Москва, Петербург и Иваново. Ну соответственно, я выбрал поближе, выбрал Иваново. И не жалею об этом. Ну слушайте, быть пожарным, это же идти на осознанный риск. Ты постоянно жертвуешь, грубо говоря, своей жизнью ради других. Вот неужели не пугала эта мысль? Да не пугала. Здесь как-то отключается, мне кажется, в подсознании. Тот участок главного мозга, который за страх отвечает. А как оно там, когда там огонь? Вот ты заходишь, что это в этот момент ощущения? Какие? Вот вокруг тебя вот здесь балка горит, вот здесь вот... Да, мысли, эмоции, что вообще? У вас веселая передача или невеселая? У нас веселая передача. Боже, мы сейчас переходим на грустные ноты, мне кажется. Нет, ну вот, нет. Ну не думаешь ни о чем. Думаешь, во-первых, это побыстрее, жарко. Во-первых, жарко, потому что ты пробовал на себе экипировку. Да, да, да. Не было больше, да, ты просто у них бегал, да? Ты уже был весь насквозь. Даже, нет, у меня же был момент, когда мне в тазу подожгли для меня смесь. В противне? Да, в противне, в тазу. В тазу. Жгли таз. В противне мне подожгли, значит, жидкость. И то, подходя к ней, у меня тут как бы все это жарковато мне было. Там еще температура, дым густой, плохая видимость. Да, мы что-то отвлеклись. Давай, Веселым, расскажи, как вы жгли на 70-летие. Жгли мы долго. Пожарные жгли, тушите их, тушите. Да, на неофициальной части, да, после официальной части уже, после награждения поздравительных слов, да, уже было застолье. То есть было приглашено очень большое количество ветеранов пожарной охраны и действующих сотрудников. Потому что, как бы, тех людей не забыли, которые были у истоков создания пожарной охраны. У нас есть у нашей части ветеран Федор Романович Мамон, в котором в сентябре будет 102 года человек прошел до Великой Отечественной войны полностью. Он был там, он сидел в зале, он оставался на части, когда уже было застолье. То есть человек, ну, я думаю, еще немножечко, да, просто чуть-чуть до дискотеки не досидел, он бы, я думаю, тоже несколько танцев бы исполнил. Да, на автопаде уехал. Видела я сценарий этого мероприятия, и была там твоя фамилия, награждали тебя. За что тебя награждали? Чем награждали? Дали грампу полтора миллиона. О, шгуряем! Вот это, да, вот это праздник. Нет, была объявлена благодарность от института, ну, то есть, я имею в виду, Орфеадсвнеев, да, за сотрудничество. Потому что мы большую часть, да не большую часть, да, у нас основная задача – это охрана объекта, то есть Орфеадсвнеев. То есть все подразделения, созданные на территории Саров, заряжены, скажем так, да, на охрану города. Потому что все прекрасно понимают, какие могут возникнуть последствия, если, не дай бог, что-нибудь произойдет. Часто ли ребята уходят от того, что не могут, ну, вот из пожарных я имею в виду, уходят настолько, что вот все, я больше не могу выезжать на пожары, я боюсь, или там за семью, или за себя. Есть такие вообще службы или нет? Нет, за мою бытность таких людей не было, чтобы человек сказал, что я не справляюсь, ухожу. Таких трусов у нас нет. Трусов нет? Трусов нет. Самая частая причина пожаров? Вот просто. Просто в последнее время в городе очень часто горят у нас автомобили. Почему? С Нового года уже четыре автомобиля сгорело. Неисправность, оборудование, да. А вот эти все коляски там и так далее? Ну, коляску, мне кажется, какой-то неадекватный человек бегает там по старому району и палит их, да? Мне кажется, сейчас из окна говорится, что я нормальный, я нормальный. У меня кажется, весеннее обострение началось, а как весна, так и сжечь коляске хочется. Ну, как весна, так и сжечь коляске хочется. Надо было задать предыдущему гостику, чтобы они нашли этого поджигателя, да. Все правильно, мы еще вернемся к предыдущему гостику. Ты спросил про самые частые причины, а какие были, например, самые курьезные причины? Или самые редкие и нестандартные причины? Загарился шнурок и все. Ну, такого нет, на самом деле, все бытовое. Все пожары бытовые, то есть, как обычно, это нарушение электрооборудования, поджоги и неосторонное обращение с огнем. Это я тут видел потрясающее видео, где в Москве вскрывают, значит, твои коллеги московские вскрывают квартиру, там задымление, они в нее заходят, начинают светить фонариками, значит, там хаос, анархия. Они заходят в комнату, а хозяин лежит, отдыхает. А просто рядом на плите, да, сгорела еда, и там, ну, естественно, все, там, добавляют крепкого словца, естественно, это они, там, что ты не умеешь готовить, что ли, говорят они ему. Ну, подгорел, бывает, да. А он такой хотел поужинать, и просто придел поспать. Ты не чувствуешь, что слегка подгорела твоя еда? Ну, вот так вот. А этот мужик, он говорит, мужики, оставьте меня, я в печали. Ты депрессия? Или он не вставал. Вот как, сталкивался ли ты с такими ситуациями? Да, у нас в городе, да, бывают такие случаи, не только люди, которые ведут аморально, и так люди забывают, оставляют на плитах, особенно на электрических, да, включенными, ушли, забыли, все. Ну, а сейчас я предлагаю узнать о том, что и какие объекты вы должны тушить. Леночка, твой выход. Погнали! Как вы считаете, что они тушат? Огонь. Так, а еще? Ну, тушат дома. Знаете ли вы, что тушат пожарные? Пожары. А, например, картошечку с мясом могут потушить? Нет, не могут. А почему? Ну, потому что я пожар. Ну, например, лес тушить, квартиру тушить, что еще, бани у нас иногда горят очень часто. А где тоже после работы, может быть, да, на работе нельзя, где они могут зажигать? Зажигать? Ну, например, на даче. Зажигать? Да. Не знаю. Что могут тушить пожарные? Огонь. А еще? Ну, мясо могут, наверное, потушить. Точно. Откуда вы все про них знаете? А я мимо пожарной части хожу каждый день. То есть они там зажигают? Ну, они зажигают на дискотеках. Ага. Мясо там не тушат, не пахнет? Не видел ни разу. Все что угодно по требованию. А если, например, я им позвоню, скажу, нужно картошечку потушить? Ну, это вряд ли, конечно, у вас получится. Почему? Ну, у них несколько иная специализация. Ну, я скажу, вы тушите? А нет, тушим. Я говорю, ну, картошечку потушить. Я думаю, вы не договоритесь. Виктор, а расскажи нам, чем вот занимаются пожарные, когда нет вызова? Что, читают книжки, играют в шашки? Чем? Нет, ну, как думают все, пожарный спит. Конечно, конечно. Она богатеет. Ну, в принципе, этим мы и занимаемся. Был у нас здесь в прошлом году один новобранец. У него можно спросить, чем он занимается пожарной. Сейчас он уже не новобранец. Сейчас он уже просто профессионал. Матерый. Очень матерый вообще во всех специальностях в городе, которые он пробовал. Ты про меня, что ли? Конечно, конечно. Нет, ну, там вопрос, чем занимаются пожарные. На самом деле профессии очень многогранные, да. То есть не только все думают, что пожарные выезжают в тушу. Да, вы сами присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводим. Нечего тушить, делаем профилактику. Да, ну, это, соответственно, не в рабочее время все происходит, чтобы не думали, сейчас город скажет, нифига себе, они у них пожарные. То есть одна группа всегда сидит, бригады. Да, соответственно, другие люди, если люди, которые находятся на сутках, их просто меняют, они принимают участие в этих мероприятиях. Так, отсюда был случай. И выходила я как раз с вашего юбилея в ДК, и был со мной. Слегка пошатываясь, Мария Вышлова. Нет, я была на работе, и не у меня же праздник. И подходит молодой человек, и мне говорит такой, слушайте, а что же будет? Я говорю, а что будет? Он такой, ну, вот пожарных юбилей, они все здесь, а сейчас пожар, а никого нет. Не, ну, как обычно, мы делаем, выходим, часть закрываем на замок и уезжаем. Мы отвечаем на замки. А если субботу между всеми частями? А реведерчи, ребятки? Мы при адресацию ставим сразу просто. Мне нравится, звонят в такой 101, здравствуйте, извините, у нас обед, ваш звонок очень важен для нас. Да, подождите, пожалуйста, еще 48 минут. А сколько, на самом деле, вот среднее время, за которое пожарная часть доезжает до места ликвидации дня? У нас среднее время, у нас прямо установлен документом, 10 минут в черте города и 20 минут в сельской местности. С учетом особенной специфики, да, и Сарова, то есть здесь, ну, буквально 5-7 минут. Ну, грубо говоря, если... По городу очень быстро. Если, допустим, вот я как говорил, да, да, посадоводческие общества, соответственно, вы знаете, что там до асфальта нету, дорожное покрытие другое, там, соответственно, время может быть немножко увеличится. Но за счет того, что у нас 7 пожарных частей на территории города, то есть быстро всегда прибыть, происходит быстро пожарных подразделений. А про мигалочки включайте на красный? То есть, да, включаются проблесковые маяки со звуковым сигналом и, соответственно, свежие. Мигалочки, чтобы вам зрителям было понятно. Можете как люстра назвать, еще как-нибудь включать. Виктор Юрьевич, у нас... Сейчас наш любимый момент. Кирилл подготовил для тебя. Коверные вопросы. У нас есть эта рубрика, у нас нетрадиционный, мы ее периодически себе изменяем. Я думаю, у меня приготовили подарков несколько, я должен один выбрать его. Ну, это как-нибудь в следующий раз ты придешь к нам в гости, мы обязательно тебя еще раз позовем, с тобой весело. Готов? Готов. Ну что, поехали. Пламя или лед? Пламя. Пенный напиток или что покрепче? Как пойдет. По настроению. Хорошо. Командовать или подчиняться? Все-таки командовать. Пожарный или пожарник? Пожарный. Почему? Ну, если здесь вдаваться в историю, здесь можно долго разглагольствовать. На самом деле, где-то пожарник трактуется как человек, который погорелись, у которого произошло горе, был пожар. В другом толковом словаре толкуется пожарник, это доброволец. Это не профессиональный пожарник, а доброволец. А, вот тогда же. Интересно. Окей, поехали дальше. Кафе или ресторан? Ресторан. Мажорный, мажорный. Тут у нас гость сегодня. Тушить или зажигать? Сперва зажигать, потом. Честность или справедливость? Справедливость. Рыба или мясо? Мясо. Охота или рыбалка? Рыбалка. Поближе к воде. Да. Ночной клуб или кружок вязания? Могу вязать. В ночном клубе. Спасибо, это был последний вопрос. А, прекрасно. К сожалению, действие нашего Wi-Fi истекает. Предлагаю сделать традиционное наше селфи, Кирилл. Он у вас ограниченный, да? Он у нас, к сожалению, да, с ним придут соседи и нашел-то выгонять. Как говорили наши братья с незалежной Украины, у нас он по талонам. Ну что, улыбаемся Машем? На этом все, мы с вами прощаемся. Увидимся через неделю. Всем пока-пока! Пока!